Герой Го, вы не являетесь членом ни одного из кланов. Тем не менее, вы мастер боевых искусств и должны остановить это бедствие. Король боевого мира умер несколько лет назад, но перед этим он обобщил все свои навыки в руководстве. Зная, что двое из его учеников смертельные враги, он разделил руководство на две части, с четными и нечетными страницами соответственно. Спустя годы, часть руководства оказалась в руках семьи Инь, а другая часть у крылатого тигра Дэн Фэя. Королю преисподней нужно все руководство. Он хочет выдать свою сестру за крылатого тигра. Если объединить руководство, можно создать лучшего бойца в мире. Мы совещались 20 дней и придумали этот план. Все считают, что вы лучший выбор. Ваши кунг-фу подобны кунг-фу крылатого тигра. К тому же, вы мастер убеждения. Если мы получим руководство, то возвысим мир боевых искусств. Мы собрали многое из практики тигра. Используйте это в качестве пособия. В настоящее время крылатый тигр болен. Он отправится в путь не раньше, чем через три месяца. Верно. Именно поэтому у вас есть только три месяца на подготовку. Крылатый тигр Крылатый тигр Господин, вам нужна комната. Наверх, пожалуйста. Наверх, господин. Пожалуйста. Господин, проходите внутрь. Мирная таверна. Совсем не мирная. Многие люди внизу пришли по твою душу. Завтра я постараюсь заманить их подальше. Встретимся у высохшей реки. Оставьте нас. Накормите лошадей. Мы уезжаем в пять утра. Хорошо. Не обращая внимания на мою откровенность, но с сегодняшнего дня твоя мирная жизнь закончилась. Почему? Что тебе говорил твой учитель? Королю преисподней нужно руководство, и поэтому он задумал этот брак. Учитель сказал, чтобы я сделал вид, что влюбился в цайфа и выведал, где другая половина руководства. Учитель боится, что король преисподней раскроет наш план. Проще говоря, это то же самое, что войти в логово тигра. В логово тигра? А разве вернуться домой не то же самое? Не нужно недооценивать короля преисподней и его сестру. Оставим это. Ложимся спать. Завтра нам потребуются свежие силы. Стой! Крылатый тигр, отдавай руководство. Я всего лишь его помощник. Что вы от меня хотите? Странно, что он не крылатый тигр. Вы, наверное, проспали мастера Дэна. Он не мог пройти незаметно. Если я не тот, кто вам нужен, пропустите меня. Проезжай. Мы сможем его догнать. Идем. Я приветствую вас, старший. Перестань любезничать. Отдавай руководство. Так вы тоже хотите жениться на мисс Инь? Чушь! С вами есть еще кто-то? Лови! Вы все приехали без приглашения. Мы сможем использовать тебя. Не считай себя самым умным. Лучше бы вы оставались в мирной таверне. Стойте! Как насчет того, чтобы драться один на один? Один на один? Что ты несешь? В атаку! Тихо! Тихо! Поехали! Поехали! Крылатый тигр, отдай руководство! Нет! Поехали! 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 Два крылатых тигра! Один из них настоящий! В атаку! Два крылатых тигра! Играет музыка. Играет музыка. Кто ты? Летающий герой Годзюжу. Учитель сказал, что главные школы попросили его достать руководство. Играет музыка. Посмотри на мою технику. Парень, высасывающий души. Тебе не соперник. Ты еще слишком слаб. Тебе далеко до твоего учителя. Посмотри на мою технику. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. Герой Годзюжу. пользу боевому миру папа моя дочь волнуется за вас не ходите спасибо за ваше беспокойство глава хуашаня боится что я могу потерять его верно если хотите идти идите но уничтожьте руководство если его уничтожить как он сможет войти в лес и пожалуйста сохраните это для меня если я умру король ада не получит руководство целиком братго это мой кинжал для самообороны пожалуйста возьмите его этот кинжал очень острый любая рана нанесенная им будет постоянно кровоточить и только папа сможет залечить ее спасибо меня зовут ян цин я помогу вам похоронить их нет они еще могут пригодиться пожалуйста брат дэн мастер инь пожалуйста позвольте мне вас представить крылатый тигр мастер дэн золотое лицо люкунь железная рука джао би нефритовое лицо бай юнь шэн ваша слава шагает впереди вас вы слишком добры пожалуйста присаживайтесь мастер и присаживайтесь брат дэн приехал господин юминь ты не крылатый тигр как ты приветствуешь короля преисподней какая наглость я ожидал что будущие родственники окажутся более дружелюбными могу ли я называть вас старшим братом так мне нравится больше я не могу назвать себя хорошей свахой но я буду содействовать вашему браку я не достоин такого внимания а почему мой ученик парень высасывающий души не пришел вместе с вами высасывающий души я не видел его может вы пошли разными дорогами этим утром я хотел послать джао би встретить вас на главной дороге брат инь вы слишком заботливы ходят слухи что хотят украсть руководство основные школы пригласили летающего героя го чжу сделать это его кунг-фу очень похожи на ваш стиль брат дэн я знаю этого человека его кунг-фу великолепно и что с того даже если он умеет летать я легко подстрелю его это верно мы живем и деремся вместе мы помогли брату иню достать его часть руководства никто не осмелится связываться с нами вот чужу пустое место если он осмелится прийти то не уйдет отсюда живым вот чужу не осмелится прийти поединке семья должна быть едина если он придет ему придется драться против всей нашей семьи это верно рано или поздно мы станем семьей вы и сейчас мне не чужие брат юминь вы должны выбрать дату для свадьбы брат ты принес руководство? да мы должны объединить руководство никто и никогда не видел его вместе в этом нет необходимости просто покажи мне его все верно здесь страницы с четными номерами можно посмотреть? нет, позвольте мне спрятать его брат, с этим покончено давай устроим праздник хорошо парни, мы здесь подготовьте праздник мисс, ваши бомбы все более смертоносны я уже говорил о тебе для тренировки нужно использовать только старые бомбы мисс, я не разбираюсь где старые, а где новые это легко у старых бомб более светлая окраска посмотри давайте я разберу их я сама мисс, не накормить кошку птицами? нет, когда очнутся, пусть летят нечего баловать кошку мастер мисс у нее плохое настроение даже кошке не повезло проваливай Сайфа, крылатый тигр принес свою половину руководства высасывающий души сказал что он надежный человек может это глупости но он более красив, чем нефритовое лицо если ты не выйдешь к нему он не станет пить теперь они знают, насколько я опасен о разговоре о браке убирают лишние сомнения где руководство? вы говорили мне чтобы я не приносил его но я волновался, спрятав его позади дома никаких проблем не возникло я показал руководство, чтобы вынудить короля преисподней показать свою часть нужно действовать быстро ты действительно не встретил высасывающего душу парня именно так зачем бы я стал вам врать? как думаешь? почему мы мыслим одинаково? великие люди мыслят одинаково кто ты? Дэн Фэй я уже начал сомневаться по поводу вашего слуха почему вы не можете распознать мой голос? здесь есть еще три человека и что же им нужно? то же, что и нам руководство наше влияние уменьшается а о руководстве для нас вообще нет речи нужно избавиться от крылатого тигра и забрать его половину руководства когда король преисподней будет к нам прислушиваться ты думаешь, он согласится? ты думаешь, он хочет выдать сестру только из-за руководства? главное, получить его а там не важно, сколько крылатых тигров умрет мы брат присаживайтесь, поужинаем брат, ты не хочешь выпить еще вина? нет я выпью чаю и ляжу спать не нужно идти со мной я умею я выпью чаю Нужно двигаться, чтобы не заснуть. Пойду посмотрю, что там с банкетом. Скоро вернусь. Мастер вернулся. Шучу, но банкет скоро закончится. Ну ты и шутник. Кажется, здесь кто-то был. Не бери в голову. Идём, приберёмся в комнате. Мастер Ден ещё не спит. Почему бы нам не позвать его выпить? Маленький тигр, спускайся. Синьву, мисс, отнеси чай в гостиную. А почему вы не хотите отнести сама? Иди ты. Хорошо, я отнесу его мастеру. И позови мастера Дена. Хорошо. Это? Мастер Ден. Это наша мисс. Мисс. Брат Ден. У меня жажда. Я бы хотел выпить чаю. Извините, что потревожил вас. А я как раз говорил о Синьву отнести вам чай. Спасибо. Проходите внутрь. Нет, уже поздно. Это не слишком удобно. Мисс, давайте я возьму чай. Уже поздно. Расходимся. Кто я? Мастер Ден. Мастер Ден. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я сказал что-то не то? Нет, просто мы оба задали один и тот же вопрос. Если бы мы спали, то не разговаривали сейчас? Сайфа, я хотела поговорить с вами. Брат сказал, что у вас вторая половина руководства. Это верно, но пока ваш брат не достанет свою половину, и мы не начнем практиковаться, я не отдам свою никому. Я не прошу у вас руководства. Я прошу вас быть осторожнее. Я никого не боюсь. Даже если те трое парней пойдут против меня, то мне плевать. Если они попытаются, я убью их всех. Эти трое парней – обычная мелочь. Наши люди убиты. Что случилось? Здесь шпион. Господин Юминь, что-то странное творится в нашем лесу. Это внутри. Никто не мог забраться снаружи. Нас не было здесь. Мы были… Я не говорю, что это вы. Брат, что случилось? Посмотри. Мисс Инь, за столь короткий промежуток, посторонний бы не успел это сделать. Это кто-то из наших. Я все это время разговаривала с мастером Дэном. Трое парней крутились во дворе. Это странно. Этот шпион не так-то прост. В самом деле? И кто бы это мог быть? Парень, высасывающий души. А это – крылатый тигр. Стой здесь. А я пойду в город за гробами. Что ты здесь делаешь? Они говорят, опасно оставаться здесь. Нелегко добыть оба руководства. Они хотят уничтожить листы, которые ты дал мне, чтобы избежать дальнейших проблем. Этого нельзя делать. Я пришел сюда, чтобы поделиться руководством со всем миром. Я знала, что ты не согласишься. Но все равно пришла сюда украдкой. Ты пришла украдкой? Он похож на крылатого тигра. Брат Дэн был в восточном дворе. Ну и что с того? Вполне возможно, это год чужу. И он просто играет роль. Брат Дэн прыгает с обоих ног. А Го Цю Жу при прыжке отталкивается попеременно. Вот почему его прозвали «летающий герой». Сегодня мы должны проверить его кунг-фу. Если он не знает смертельную технику тигра, то он самозванец. Чему так усложнять? Можно было догадаться по тому, как он посмотрел на труп. Мастер Дэн. Кто здесь? Мастер просит вас прийти на передний двор. Хорошо, я сейчас приду. Они позвали меня из-за тех двух трупов. И что ты собираешься делать? Пойду на передний двор. Я буду ждать тебя. Нет. Сайфа может появиться здесь в любую минуту. Сайфа? Мисс Лю, что случилось? Не забывай. Главу леса Инь называют королем преисподней. Здесь нет ни одного хорошего парня. Я буду осторожен. Позволь мне проводить тебя. Позволь мне проводить тебя. Позволь мне проводить тебя. Субтитры сделал DimaTorzok А что насчет второго? Не знаю, похоже они дрались друг с другом Нет, такое положение тел было сделано после их смерти Тебе лучше показать свое истинное лицо Джаоби В атаку! Окружите его! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Брат Инь, что происходит? Это все из-за этих двух трупов Люди подумали, что вы самозванец Это недоразумение Нам представился уникальный случай увидеть мастерство брата Дэна Все ничего, но мне стыдно Я чуть было не погиб Эти трое парней крепкие ребята Брат Дэн, не обижайтесь, эти трупы подозрительны Почему бы вам не обыскать их? Жан Би Уважаемый герой Го Глава Хуашаня и главы восьми школ Это недоразумение Недоразумение? Пожалуйста, примите наши извинения Все хотят руководства Мы должны быть предельно осторожны Брат Инь, я прибыл сюда, чтобы жениться Если вы не доверяете мне Возьмите мою половину руководства Хорошо Я буду хранить ее Мы начнем тренироваться после свадьбы Завтра мы устроим банкет А сегодня Примите еще раз мои извинения Тогда я пойду Примите еще раз мои извинения Брат Дэн Сайфа, присаживайтесь Брат Дэн Почему бы вам тоже не присесть? Вы устали? Я в порядке Это хорошо Я знаю, что вы сердитесь Но мой брат понимает Что у этих трех парней Злые намерения Из-за руководства он любезничает с ними Я понимаю Из-за этого руководства Ты либо друг, либо враг Я надеюсь, что ваш брат не рассматривает меня как врага Вы отдали свое руководство И показали, что доверяете нам Моему брату должно быть стыдно Вы верите мне только из-за этого Я знаю, что у вас есть и другие причины Другие причины? Из-за меня Вы... Сайфа, вы правы Я отдал руководство из-за вас Но сейчас я сожалею об этом Но почему? Я боюсь, что Юмень может объединиться с теми тремя парнями Тогда руководство будет в опасности Интересно, где брат хранит его? Юмень знает, где он его хранит Не волнуйтесь Юмень лоялен Он боится, что вы обманете меня И поэтому незаслуженно обвинил вас Мисс Это Сунь Лунь Не волнуйтесь Мисс Мастер спрашивал вас дважды Идите Вы должны отдохнуть Мисс, иди первой Мне кажется, мисс Инь влюбилась А он может быть как другом, так и врагом Сайфа знает намерение трех парней Убить крылатого тигра Три парня верны нам А в этом человеке, я не уверен Хоть он и отдал свою часть руководства Все это потому, что он не смог получить руководство брата Он передал руководство для того, чтобы мы могли тренироваться вместе Давайте начнем тренировку В этом случае мы попадем в ловушку Он планирует забрать два руководства во время тренировки Если он действительно Го Цю Жу То в скором времени Все школы будут в лесу Инь Нужно проверить его истинные намерения Не начинайте пока тренировку Нужно спрятать два руководства в одном месте Он попытается украсть их Ты думаешь, он на это купится? Нужно сделать правдоподобно Пусть Сайфа наникнет ему Он безусловно поверит Мисс Используем настоящее руководство Для чего? Юминь предлагает их спрятать в одном месте Он хочет проверить крылатого тигра И где мы их спрячем? Юминь сказал, что... Джан Би, оставайся здесь Хорошо Почти пришли Вы идите А я буду стоять на страже Хорошо Брат, зачем использовать реальные руководства? Ты думаешь, он купится на подделку? Пора Продолжение следует... 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 Вы честный парень, который не умеет лгать Клянусь Богом, я не лгу Я знаю Мне показалось, что Юминь только что был здесь Вы очень хороший парень Не то что Юминь, я поговорю с братом Не нужно, ваш брат верит ему Я обязательно заставлю понять брата, что он должен доверять вам, а не ему Руководство спрятаны? Да, это так Это хорошо Но брат слишком открыт с друзьями Я боюсь, что в лесу Юминь нет надежного места Но, конечно, вы знаете, где они спрятаны Даже у стен есть уши Хорошо, я скажу вам В этом нет необходимости Но, пожалуйста, следите за тремя парнями и Юминьем Они понимают Что вы, я и ваш брат теперь одна семья Вы действительно так думаете? Тогда я не буду говорить, где спрятаны руководства В том месте, где они спрятаны, есть смертельные ловушки Не так ли? Для меня это не имеет никакого значения Пока у меня есть вы Мне не нужны никакие руководства Правда? Да И вы готовы умереть ради меня? Я готов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нужно быть осторожным, входя в лес Посмотрите, мастер Не думаю, что эти следы нам о чем-нибудь скажут Я новый ключ Вы готовы у него Для меня Pom's Потуши свет. Почему ты смеешься? Хорошо, я не буду смеяться. Так ты хочешь знать, где это секретное место? Мне это не важно. Я скажу тебе, Юминь хочет причинить тебе вред. Они с братом придумали план. Они спрятали руководство в пещере. И сообщат об этом тебе. А ты не боишься, что я украду их? Я боялась, что ты пойдешь за ними. И поэтому не сказала тебе. Но почему ты сказала мне об этом сейчас? Я думаю, что сейчас ты не пойдешь воровать. Сэф-фуа. Сэйфуэн! Мисс Лю, вы искали меня! Теперь мне нечего сказать! Мисс Лю, вы знаете, что руководство спрятаны в пещере? Вы это тоже знаете? Ну конечно, Сэйфа сказала вам. Да, она не так уж и плоха. Конечно, а после свадьбы станет еще лучше. Почему вы так говорите? Ты и Сэйфа решили создать семью, а я была уверена, что... Мисс Лю, позвольте мне сказать вам... Это правда, что я соблазнил Сэйфа, но потому что Юминь не верил, что я крылатый тигр. Ну а в чем смысл вашего соблазнения? Вы Го Чжу, вы убили крылатого тигра. Юминь может вас раскрыть, но не сейчас. Он не осмелится признать, что вступил в заговор с крылатым тигром с целью похитить руководство. Я должен избавиться от Юминя. Сэйфа хорошо ко мне относится. Я заслужу ее доверия. Теперь я понимаю. Я недостойна говорить такие вещи. Такому герою, как вы, но папа сказал мне... Что он сказал? Узнаете в другой раз. Мисс Лю, мое дело слишком рискованное. Я не могу знать, что произойдет позже. Уходите. Мне тоже нужно идти. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот сижу! Вот сижу! Мне он нужен живым! Вот сижу! 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 Перерезать ему сухожилия! Отрубить ему руки и ноги! Стойте! Я сама прикончу его! Мисс! Сайфа! Сайфа! Наверняка он в лесу! Брат, не доверяй Юминю! Я слышал, как он просил Готчюжу украсть руководство! Я знаю! Я знаю об этом! Дорога! Дорога! КОНЕЦ Подумай сама. Готчюжу рискует своей жизнью ради всего боевого мира. Конечно, он не знает о том, что будет дальше. Папа, я не думала, что он так поступит. Сайфа! 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 Ты хочешь, чтобы я тебе поверила? Я загадал желание Если мне удастся принести пользу Боевому миру Тогда мы будем вместе всю оставшуюся жизнь И нам не нужны будут никакие руководства Ты должна убедить своего брата Почему бы тебе просто не сбежать? Я должен сделать то, что должен Ты должна помочь мне бежать И помочь украсть руководство Нет, я не хочу помогать тебе красть их Откройте ворота Брат, давай зажгем огни Иначе нас так просто не найти И нам придется долго ждать Не волнуйся Все уже подготовлено Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сайфа, помоги мне его вытащить Не двигайся, мы должны найти Люхо Только он сможет тебя вылечить Если ты вытащишь кинжал, то истекешь кровью Я хотела, чтобы ты скрылся в дыму Я не думала, что брат позовет лучников Ты рисковала собой ради меня Я не ожидала, что ты ударишь меня Откуда я мог знать, что ты рисковала собой ради меня? Ты, наверное, ненавидишь меня Это не так Я использовал тебя, чтобы получить руководство Я обманывал твои чувства Я ни о чем не жалею Любое притворство можно превратить в реальность В конце концов, ты получил руководство Руководство Я попался в ловушку меня Он не решался сам ограбить твоего брата И поэтому использовал меня Ты слишком поздно это понял Санкт-Петербурга Продолжение следует... 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 Джанби, Мишинь, ты хочешь убить нас обоих? Обоих в атаку! 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 Обоих в атаку!